Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. 11 мая главное реалити-шоу страны отмечает свое 12-летие. В этот день на поляну приглашены журналисты и участники готовят к празднику что-то интересное. На поляне появились новенькие участницы. Евгения из Саратова пришла к земляку Илье Иварову. До проекта она работала помощником депутата Саратовской думы. Вторая девушка Александра, она заявила, что никогда не была близка с мужчиной и надеется, что встретит на Доме-2 того самого, с кем это будет впервые. Из всех ребят она выделяет Алекса Гулиева, Тимура Графуддинова и Влада Маливанова. С новенькими девушками никто не готов строить отношения, но тем не менее, ребята захотели рокировку. В итоге решили устроить батл двум новеньким девушкам и двум домовским. Катя Король порезала вещи Дениса Козловича, пока он проводил время с Натальей Бичан. Король написала, я не стала терпеть, я порезала костюм, который ему сшила в подарок и куртку. 10 тысяч за нее я перевела на карту. А когда на лобном Денис услышал, что я пригласила Тимура на дружеское свидание, он ударил меня по лицу. А я не позволю себя обижать никому. Саша Гозиас и Костя Иванов опять идут на сближение. Гозиас пишет, а у нас все хорошо, я поняла свою проблему. Костя стал мягче ко мне, и мы наслаждаемся хорошим настроем друг к другу. Спор Коли Должанского и Русланы Мишиной больше не актуален, потому что ребята расстались. Напомним, что спор был таков. Если Руслана не похудеет на 3 килограмма за неделю, то у них будет волшебство. Инициатором расставания был Коля. Он приревновал Руслану к Алексу Гулиеву. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой Коля порвал всю одежду Русланы, даже нижнее белье. Теперь он водит ее на свидание, больше не требует волшебства и очень надеется, что Мишина не переключится на Алекса, который уже совсем скоро прилетит на Сейшелы. У Оли Рапунцеля очередная проблема. Дима Дмитренко обделяет ее своим вниманием за балдахином. Их интимная жизнь не удовлетворяет Олю. Она хочет разнообразия, а Дима хочет спокойно поспать. Так что ребятам нужно найти компромисс в сексуальной жизни. Кристина Дерябина появилась на поляне и заявила о своем возвращении. «Ну что, мои сладкие, я вернулась», – написала она. Но это была шутка. Кристина просто привезла свою подругу Вику Романец на ее новой машине на поляну. Яна Шофеева прокомментировала их расставание с Андреем Черкасовым. «Мы решили сделать паузу. Причина в том, что разница в возрасте дает о себе знать, и мы не нашли общий язык. Да, мы ночевали вместе, но ничего кроме поцелуев не было». Теперь Яна одиночка, и она пользуется вниманием у парней проекта. Влад Маливанов хорошо проводит с ней время. Он написал, что очень редко бывает такое легкое и приятное общение. Также на Яну переключился и Тимур Гарафуддинов, который не получил взаимности от Вики Романец. Он сделал для Яны очень крутое, прямо-таки космическое свидание. У семьи Пынзарей состоялся праздник для беременных на американский манер – baby shower. Это когда все собираются в честь ребенка, который скоро появится на свет, дарят беременные подарочки для малыша и хорошо проводят время. Праздник был в ресторане «Калужская застава». Даша собрала всех своих подруг – Ксюшу Бородину, Олю Бузову, Ирину Александровну Акибалову, Лену Бушину и других. Пожелаем Даше легких родов. Скоро еще один мужчина появится в этой замечательной и дружной семье. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!